В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Изменения в жилищном законодательстве. Эксперт в сфере ЖКХ Игорь Койкин встретился с саровчанами. Операция «Мошенник». Саровский полицейский проводит профилактическую акцию. В 60-29 в пользу 12-й школы определился победитель городских соревнований по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. Программа поддержки местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области с 2013 года. В рамках ППМИ жители региона принимают непосредственное участие в благоустройстве города, улиц и внутриквартальных территорий. И решают именно те проблемы, которые считают действительно важными. Софинансирование по программе поддержки местных инициатив уже не первый год получают все заявленные проекты саровчан. Детская площадка, возведенная на пустыре в районе улиц Березовая и Раменская, самая большая из подобных в Сарове. Площадь, которую она занимает, более 300 квадратных метров. Выложена площадка специальным прорезиненным покрытием. Место под застройку было выбрано с учетом строительства в будущем на этом месте общеобразовательной школы. Во внимание также приняли и мнение жителей этого района. Сделана она по инициативе, или с участием депутатов, или по инициативе жителей микрорайонов в рамках программы благоустройства. Стоимость этого всего удовольствия больше двух миллионов рублей. Очень надеемся, что будет востребовано жителями. Сквер красивый, хороший, с дорожками, со скамеечками. Здесь же и пожилой тоже контингент. Поэтому хочется, чтобы здесь все благоустроено было. Масштабный проект в рамках программы поддержки местных инициатив реализован и в ТИЗе. Здесь заасфальтирована часть дорог и подведена центральная канализация. Проезд с лавиной. Общая протяженность канализации на этом участке составила порядка 280 метров. По улице Новый порядка 260. Общий метраж 540 метров. Всего в Сарой по программе поддержки местных инициатив реализовано 8 проектах. В разных районах города отремонтированы тротуары и бордюры, появились парковки во дворах, спортивные и детские площадки. Вы видели все эти объекты, вы видели, что практически все работы выполнены. Осталось буквально вот здесь доделать работы. Общий объем средств, которые мы расходовали из бюджетов разного уровня, городского, областного и федерального, составил порядка 55 миллионов рублей. В 2019 году программа поддержки местных инициатив продолжит свою работу. Для того, чтобы в нее попасть, необходимо собрать инициативную группу и обратиться к своему депутату с предложением о благоустройстве. В наш город с традиционным визитом приехал Игорь Кокин, эксперт по вопросам законодательства в сфере ЖКХ. На встречу с ним собрались представители Советов многоквартирных домов, управляющих организацией, представители товариществ собственников жилья. Саровчане обсудили с экспертом последние изменения в сфере жилищного законодательства и другие актуальные вопросы. На встрече с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций речь шла о принятых в этом году поправках в жилищный кодекс. Много вопросов вызывает проходящая в стране реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в правилах представления коммунальных услуг появился новый раздел, посвященный расчетам за вывоз отходов. Плата будет рассчитываться по нормативам. Платить, исходя из объема вывезенных отходов, собственники будут только в случае раздельного сбора мусора, и если это указано в заключенном с оператором договоре. Это мотивация для потребителей. Хотите платить из факта, добивайтесь раздельного сбора. Но добивайтесь не от администрации. Вот чтобы было понятно сразу. И вам, и потребителям. Добивайтесь от ред оператора. Потому что для организации раздельного сбора региональный оператор должен обеспечить возможность вывоза раздельного этих отходов. А это несколько дополнительных мусоровозов. Игорь Кокин обратил внимание на то, что входит в понятие твердые коммунальные отходы. В регионах, где уже действуют региональные операторы, возникает много проблем с перечнем того, какой же мусор они должны вывозить. По закону к твердым коммунальным отходам относятся предметы и вещи, утратившие свои потребительские свойства. Сейчас в стране действует федеральный классификационный каталог отходов. В нем появился раздел «Твердые коммунальные отходы». И там четко написано «Твердые коммунальные отходы», что из себя включают. Отходы из жилищ, крупногабаритные отходы, отходы при уходах за газонами, древесно-кустарниками. Это все входит в крупногабаритные коммунальные отходы. Также в правилах указано, что региональный оператор отвечает за предоставление коммунальной услуги только с момента погрузки отходов в мусоровоз. По словам экспертов, фактически это способ переложить ответственность на исполнительные коммунальные услуги, управляющую компанию или ТСЖ, которые должны загрузить мусор в машину. С 6 декабря по 10 января в Нижегородскую епархию приедет ковщик с частицей мощей святого праведного Федора Ушакова. В Сарове святыни будет находиться 9 и 10 января в храме в честь преподобного Серафима Саровского. В эти дни храм будет работать с 7 утра до 8 вечера. Ежедневно утром будет совершаться божественная литургия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают на общественные слушания по реконструкции парка имени Зерновой и набережной реки Сатис. Различные концепции того, как можно сделать эти пространства более современными и комфортными для досуга, представят директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев и руководитель компании-проектировщика Аркадий Халтурин. Общественные слушания пройдут в эту пятницу 30 ноября в холе здания Градской думы и администрации. Разговор о будущем парка начнется в 16 часов. 30 ноября в Сарове пройдет горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции. Получить консультацию от специалиста-эпидемиолога можно будет по телефону 39078. Звонки будут принимать с 8 до 15 часов. Юные саровчане могут принять участие в конкурсе творческих работ «Пушкин-220». Заявки принимают в детской библиотеке по адресу улица Герцена, дом 13А. Конкурс пройдет по трем номинациям – исследование, изобразительное искусство и исполнительское мастерство. Более подробную информацию можно получить по телефону 91734. В нашем городе проходит профилактическая операция «Мошенник», в ходе которой стражи порядка в очередной раз объясняют саровчанам, как не попасть на уловки преступников. Горожанам рассказывают о способах совершения мошеннических действий, формах и методах противодействия им. Планируется, что до 18 декабря весь личный состав саровской полиции совершит поквартирный обход жителей города. На одном из них побывала съемочная группа. Когда жители города возвращаются домой после трудового дня, у Андрея Семушкина, старшего участкового полномоченного, работа только начинается. За вечер ему необходимо обойти многоподъездный дом и постучаться в каждую квартиру. Задача, которая стоит перед полицейским, носит профилактический характер. У нас в городе большое количество людей, пострадавших от преступлений. Мы предусмотрим статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому мы ходим по жилому сектору, пытаемся попасть в каждую квартиру гражданам. Вручить памятку, в которой написано, что не нужно делать. Мошеннические схемы, о которых рассказывает Андрей Семушкин во время обхода, известны, пожалуй, каждому. Но каждый раз находится тот, кто попадается на уловки преступников. Звонок от имени работников банка, сотрудников полиции, от якобы родных и близких. Цель всегда одна – получить доступ к банковским картам или наличным деньгам жертвы. Я вам просто хочу памятку вручить и объяснить, что действуют мошенники на территории города, обманывают людей. Поэтому вот с памяткой ознакомьтесь, не станете их жертвами. Свои персональные данные никому не сообщайте. СМС-сообщение с кодами и так далее. Хорошо? Все. До свидания. К визиту полицейского в свою квартиру соровчане относились спокойно. Только в одном случае решили уточнить, кто по ту сторону двери. Информацию, которую доносит полиция, проста, понятна и приносит свои плоды. Эффект в любом случае есть, потому что люди все-таки понимают, когда им звонит человек и говорит, я из банка. При этом перед этим с ним поговорил сотрудник полиции и объяснил, что если вам позвонят из банка и скажут сообщить какую-либо информацию, то уже они будут понимать, что, скорее всего, их просто обманывают. Советы, которые полицейские дают жителям, неизменно вот уже который год. Критично относиться к любым подозрительным звонкам. Не сообщать незнакомым людям свои личные данные. Не вестись на очень низкие цены на страницах интернет-магазинов. В рубрику «Городской дозор» обратились жители нового района. Их беспокоит состояние крыльца отделения почта по улице Московской, 29. Последствия аварии, которая произошла там полтора года назад, не устранены до сих пор. Груда из кирпичей, огражденной сигнальной лентой, портит облик улицы и создает трудности для клиентов почты. В чем причина затянувшегося ремонта крыльца, выясняла наша съемочная группа. В июне прошлого года на перекрестке улиц Московская и Гоголя водитель легкового автомобиля, уходя с толкновения, не справился с управлением и протаранил здание почтового отделения. К счастью, непрохожие и сам водитель не пострадали. Одна из лестниц почты получила значительные повреждения. С момента ДТП прошло почти полтора года. Разрушенная часть здания огорожена сигнальной лентой. И на этом все. Руководство Саровского почтамта отказалось приехать к нам сюда и рассказать, когда же будет сделан ремонт. Они предпочитают общаться с нами письменно. В электронном письме сообщается, что ситуация с аварийной лестницей находится под контролем и деньги на ремонт выделены. Был объявлен конкурс на проведение восстановительных работ, но ни одна подрядная организация не заявилась. Когда будет следующий конкурс, письме не уточняется. Между тем, жители города считают, что сломанные перилы, обломки кирпича портят внешний вид города. А отсутствие второй лестницы вызывает неудобства при посещении почтового отделения. Весь вид портит. Это некрасиво. Два года уже прошло. Можно было бы давно уже все исправить. Чтобы люди ходили и радовались, что здесь почта все-таки, а не вот забегаловка какая-то. А то получается, туда идешь, оттуда идут. А там немножко тесновато. А потом вот таким вот пожилым людям, как я, неудобно. Я всегда хожу, всегда надо приходится обходить. А мы часто сюда ходим. Пока вопрос с ремонтом аварийной лестницы остался открытым. Никаких конкретных дат проведения новых конкурсов для подрядных организаций руководство Саровского почтамта не раскрыло. Как не уточнило и сроки восстановительных работ. Мы будем следить за развитием ситуации. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Новый год не за горами. Совсем скоро начнется предпраздничная суета, подготовка подарков и костюмов. И какой же Новый год без сказочных персонажей, утренников и театрализованных программ. В преддверии главного праздника в году в молодежном центре решили провести городской конкурс и выбрать лучшего Деда Мороза. Победителей будут определять сразу в трех номинациях. Подробности в следующем сюжете. В преддверии Нового года Александр Волгин надевает на себя красный халат, бороду, валенки, рукавицы и перевоплощается в Деда Мороза. Дарить праздники детям и взрослым впервые он начал около 10 лет назад. И практически сразу это занятие из простого дополнительного заработка превратилось в любимое дело. Приносить радость и веселье в дом, чтобы волшебство и радость была у детей, чтобы они верили и продолжали верить в сказки. Потому что в сказках же всегда добро побеждает зло. Ну хотя не только. Дети вынуждаются в сказке. Взрослых тоже надо туда возвращать. Потому что взрослые радуются так же искренне, как и дети, когда увидят Деда Мороза. Специально для тех, кто решил попробовать себя в роли известного новогоднего персонажа, в молодежном центре решили организовать городской конкурс и выбрать лучшего Деда Мороза. Организаторы планируют определить победителей в номинациях. Лучшая новогодняя команда, иностранный Дед Мороз и лучшая игровая программа. Дед Мороз должен не просто прийти и сказать, давайте стишки расскажем, давайте хоровод поводим. Все это очень банально достаточно. И мы к этому привыкли. А нам бы хотелось от этой номинации получить чего-то неожиданного, креативного. Заявки на участие принимаются до 19 декабря. Итоги конкурса подведут 28 декабря в молодежном центре. Более подробной информации по телефону 99108 и в группе ВКонтакте молодежного центра. Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел три встречи в рамках высшей леги чемпионата области. Следующая домашняя игра саровской команды пройдет 2 декабря в Ледовом дворце. Наши спортсмены скрестят клюшки с игроками хоккейного клуба «Дальнее Константинова». Начало встречи в 2 часа дня. Вход свободный. К другим новостям. Определился победитель муниципального этапа школьной лиги КС «Баскетбол». В спортивном зале спорткомплекса «Юниор» встретились команды из 12 и 14 школы. Сильнейшие баскетбольные сборные, которые боролись за первое место, определились по итогам групповых и полуфинальных поединков. Победитель финального матча представит наш город на следующем этапе областной школьной баскетбольной лиги. Выпускник 12-й школы Валерий Щеголихин в 7 лет сделал выбор в пользу баскетбола. Занимаясь секцией, ему удавалось тренироваться с ребятами постарше. Сегодня Валерий Щеголихин уже играет наравне со взрослыми спортсменами и входит в состав Саровского баскетбольного клуба «Атом». Вместе с командой он защищал честь города на первенстве России. Очень игровой вид спорта, командный. Тут надо играть на команду, а один тут ничего не сделаешь. Если будет сыграть целый коллектив, то команда будет выигрывать. Городские соревнования среди школьных команд – это муниципальный этап лиги «Кэсбаскет». Он дает возможность талантливым саровским спортсменам соревноваться с командами из области и выходить на всероссийский уровень. За право представлять Саров на следующих этапах лиги «Кэсбаскет» боролись команды из 14 и 12 школ. Путевку в финал эти сборные получили после группового этапа и полуфинальных встреч. Здесь 10 команд. Система была по двум подгруппам, по пять команд. Сильные по две команды из группы выходили в финал. Соответственно, сначала полуфинал, и вот сейчас состоялась финальная игра. Итоговый счет на табло 60-29 в пользу баскетболистов из 12 школы. 16 декабря они отправятся на следующий этап соревнований лиги «Кэсбаскет» в Держинск. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Басенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова